Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня третий день праздников, пасхальных праздников и хотелось бы в этот прекрасный светлый день Воскресения Христового поздравить вас и пожелать, чтобы никогда Божья ласка и благодать вас не покидали. Христос воскрес, Свои истину воскрес! И сегодня я хотела бы показать вам свой заказ по каталогу номер 6 Эйвон 2019 года. Этот заказ не был особенно интересным и разнообразным Но тем не менее, мне хотелось поболтать с вами насчет выхода новинок, которые будут в следующем каталоге Некоторые пробники я взяла попробовать новых ароматов И поэтому решила все-таки записать это видео Начнем с чего? С самого крупного, что я заказала в этом каталоге Была очень хорошая акция на ароматы Многие мужские И в том числе на аромат Full Speed Классический Вот этот классический Full Speed Значит, оранжевый самый первый Очень ходовой аромат У меня это просто Он бьет все рекорды по продажам Никакой аромат мужской так не продается, как этот Легко, быстро и с аппетитом Цена была очень хорошая Но для приобретения каждого аромата Нужно было заказать из каталога на сумму 200 гривен Так, я заказала Вернее, у меня сразу же заказали 6 штук этого аромата Сейчас я аккуратненько их все выставлю 6 штук Сразу заказала одна женщина Потому что очень классная цена Она знакомая моя, хорошая Поэтому для того, чтобы ей заказать этот аромат Я даже не настаивала на том, чтобы она заказывала что-то За каждый аромат на 200 гривен Потому что я и так собиралась кое-что заказывать для себя Для себя я приобрела тоже в большом количестве Сейчас даже можете удивиться этому количеству Это вот такой аромат с оранжевой крышечкой Из линейки Summer White Называется он Summer White Sunset Это также лидер продаж в этой линейке Очень многим он нравится У него демократичная цена И очень неплохой аромат Здесь у нас входят нотки розового перца Душистого лотоса И по-моему березы Если я хорошо помню Аромат очень интересный, яркий Насыщенный Такой для меня очень сильно цветочно-фруктовый Сочный такой Немножко кисленький Очень шлейфовый И очень стойкий Я рекомендую этот аромат Потому что он очень качественный на свою цену Не зря же за ним приходит постоянно покупательница Я взяла сразу 10 штук Потому что была очень хорошая цена И я думаю сейчас в этот период Он хорошо пойдет На весну он прекрасен, мне кажется Летом он может быть даже немножко тяжеловат А так, в принципе, возможно Он даже круглогодичный Неплохой аромат Мне самой он даже очень симпатичный Это самое крупное, что я заказала Теперь, также по хорошей цене Я взяла два аромата Из линейки X-Series Recharge Это самый сладкий аромат из этой линейки Я, например, такие ароматы не очень люблю Но есть очень много любителей этого аромата Здесь только 30 мл Ну и хорошая, в принципе, цена Я не могу сказать, что его сразу разбирают Именно потому, что здесь маленький объем Мне кажется Поэтому Кто не видел, могу показать Какой этот аромат в середине Думаю, что все уже знают Вот такая обычная бутылочка Здесь X-Series на задней стороне И просвечивается через переднюю стеночку Хороший аромат, в принципе Но как-то моему мужу он мне нравится И мне, в принципе, не очень Мне еще нравится серф из этой линейки Вот серф я бы своему мужу или сыну купила Потому что он такой более свежий И на весну, и на лето классно подходит Так, что еще у меня было? Кстати, еще один забыла Хотела вам показать Кстати, достала вот эту бутылочку Обычный флакон И очень запоминающаяся ярко-оранжевая крышка Вы никогда не перепутаете этот аромат Так что присмотритесь Очень даже классный парфюм Так, следующее Давайте перейдем к дезодорантам Была неплохая цена на дезодоранты Антиперспиранты Я взяла три штучки Инкадесанса классического Уже давно у меня его нет в продаже Его и черное платье разбирают В самую первую очередь Также взяла два персива классических Кстати, тоже ходовой дезодорант Я очень люблю этот парфюм Ну вот дезодоранты Эйвен Для меня как бы табу Я их не особенно люблю Хотя они в принципе пользуются спросом Но для меня они мокроваты И мне просто жалко времени Чтобы они на мне сохли Вот поэтому я ими не пользуюсь Давайте теперь перейдем к новинкам Следующего каталога Которые я заказала по вот такому фокусу Кстати, вот этот аромат Который вышел у нас И почему-то нас не снабдили пробниками Этого аромата И уже пустили его в акцию Я не приобретала Не приобретала потому, что Не хочу ошибиться опять же И теперь я предпочитаю заказывать Все-таки пробник Разнюхивать, распробовать И если мне он нравится То брать уже полноразмерную версию На продажу Или для себя даже Этот аромат, если честно Как-то меня в каталоге не зацепил Это не совсем то, что я люблю Или скорее всего вообще не то, что я люблю И поэтому я не стала рисковать Хотя Здесь была хорошая акция Можно было заказать Четыре аромата с определенных страниц Я, кстати, прозевала эту акцию Потому, что я думала, что можно заказать Только четыре новых аромата Вот этого Четыре аромата этого нового Не буду читать английское название Ну, в общем С эксклюзивной нотой черной орхидеи А оказалось, что можно было заказать Все ароматы с первых страниц То есть четыре штуки и больше И иметь возможность приобрести их По сорокопроцентной скидке Я как-то прозевала эту акцию Ну, не знаю Сегодня еще можно делать заказ И завтра еще можно делать заказ Поэтому, может, я еще и закажу Потому, что цена выходит на них очень-очень классная Но так как сейчас, я вам скажу У меня продажи очень сильно упали Так как я не имею возможности Заниматься своим бизнесом продажи Эйвона Очень жаль для меня, конечно Но поэтому продажи упали Заказы упали Поэтому заказываю сейчас все в минимальных количествах Так По новинкам, опять же Вот выходит новый аромат Селебрат Селебрат Селебрейт Давайте посмотрим Может где-то написано Как правильно читается Наверное, селебрейт, скорее всего Значит, это у нас цветочный аромат С жимолостью, нероли и амбретой Жимолость, нероли и амбретой Здесь у нас И в каталоге немножко другая пирамида Там тубероза присутствует Тоже нероли присутствует И кедр, по-моему, насколько я помню Но, насколько я хорошо знаю Амбретто и кедр Что-то у них между собой есть родственное Если честно, тубероза я здесь точно не слышу в этом аромате Если начинать его охарактеризовать Я его, конечно же, поносила на себе Несколько раз на себя его наносила Ну и могу сказать, что это не мой так же аромат Он очень сильно цветочный, очень сильно насыщенный Даже в некоторых моментах душный Цветы здесь не прозрачные, такие чистые Легкие, воздушные и свежие Нет, цветы здесь очень даже удушающие И эти цветы напоминают мне какое-то Такое тяжелое, душное мыло Мыло именно советских времен В начале звучания Как раз вот это мыло такое очень яркое Такое едкое И очень узнаваемое мыло для меня Поэтому он мне не понравился Потом, когда уже переходит дело к базе Уже совсем другое дело Почему-то куда-то эти цветы душные исчезают Испаряются и остается очень свежая Прохладная, приятная цветочная база Вот тогда этот аромат мне нравится Но в начале для меня он слишком тяжелый И откровенно цветочный Какой-то он одинаковый На одной ноте, не играющий Но очень радует уже то, что он не просто затихает К концу, а меняется Все-таки и в положительную сторону В принципе он найдет своих любителей Немножко этот аромат Похож на аромат Daydream Который был в Avon И появляется иногда в каких-то там распродажах Очень редко, но бывает Немножко что-то есть Вот такая навязчивая цветочность А в основном Этот аромат не для меня И на продажу я, скорее всего, его тоже Покупать не буду Потому что он очень такой На любителя, мне кажется И второй аромат, который я брала на пробу Это вот этот новый Full Speed Как он там называется Суперсоник Тут вообще полное разочарование Если этот хотя бы заинтересовал меня Тем, что я изучала его Пирамиду Как он живет на коже Как он раскрывается Это было интересно То здесь все совсем Скучно Однообразно Это тот же аромат Мужской аромат Стандартный Avon С добавлением, возможно, какой-то Чуть-чуть другой ноты Но ничего интересного Супернового Взрывного, яркого Или Молодежного, возможно, чего-то Я в нем не заметила Обычный Среднестатистический Такой мужской Свежий аромат На лето будет неплохо Если не придираться К его оригинальности В принципе, аромат неплохой Если человек Ничего из Avon Не пробовал Перед этим Из мужских ароматов А попробовал этот Возможно, он его и купит Потому что Не с чем будет ему сравнивать А так как Сравнить у нас Любителей Avon Есть с чем Да Продукции в Avon Постоянно меняется Обновляется Появляются новые ароматы Куча старых ароматов Есть с чем сравнивать Поэтому Сразу же находишь Родственные какие-то Звучания Ноты От других ароматов Ну, в принципе Имеет место быть Очень, конечно Разочаровывает И пугает То, что очень стремительно Растут цены В Avon Да Уже, я думаю Скорее всего Пора бы останавливаться Потому что Зашкаливают реально цены Я считаю Что за этот короткий период Вот С конца осени Да И До Сейчас До середины весны Цены Очень сильно выросли Ощутимо Неприятно Поднимать цены Неприятно Объяснять это все Людям И так Не особенно Сейчас В кризисное время Покупают продукцию А тут Постоянно Растет цена Так Что еще у нас По новинкам Очень хотела я Вот этот Не то чтобы набор Но некоторые продукты Из этого нового набора Здесь у нас Новинка И гель Душа И Скраба для тела И Спрея Лосьона для тела А также Лосьона Просто для тела Почему не брала набор Потому что Самые ходовые У меня И интересные Для меня Продукты Это Гель для душа Я пользуюсь Этими гелями Для душа Из линейки Сенсис Мне очень нравится И также Спрей для тела Очень у меня Например Ходовые Все остальное У меня не пользуется Спросом Да и я сама Не особенно пользуюсь Лосьонами для тела У меня кожа нормальная Не сохнет И скраб Вот этот Знаете Возможно Я подумала Что он будет Что-то такое же Как уже было Вейван С клубникой С шоколадом Скрабирующих частиц Там не особенно много И толку От тех скрабов Я в принципе Ну как бы Не вижу И поэтому Это тоже Не мой продукт Поэтому я не брала Но все-таки В следующем каталоге Когда будут Отдельно Эти продукты Я обязательно возьму Для себя Или на продажу Ну а вот эти Два геля для душа Новых Из линейки Сенсис Я конечно же взяла Потому что Девочки делились Что вот этот Голубенький Это переиздание Бразильского водопада Который был Недавно Еще совсем А этот Просто очень приятно Пахнет ванильным мороженым Поэтому я взяла Конечно же Попробовать Что же это такое Вот эти два геля Ну классно Выглядит Что тот Что тот И по запаху В принципе Мне оба понравились Хотя я как бы Гурманские ароматы Не особенно Люблю Но Понравился мне запах Здесь у нас Главное Что заявлено Это аромат Лимонная Черная смородина У меня здесь Действительно Чувствуется Для меня Чувствуется Черная смородина Терпкость Такая Ягоды И Лимонный Такой конкретный сок Или лимонная Карамель Хороший Приятный запах Этот гель Для душа Мне кажется Можно использовать Смело Как унисекс Для всей семьи Для мальчиков И для девочек Потому что запах Такой Средний Нет четкой направленности Ни в женскую Ни в мужскую Сторону Так Ну и вот этот Второй Он такой Прям такая няшка Вот точно Выглядит Для меня Как будто Заварной крем С ванилью Который я тоже делаю Для тортов Для Наполеона В частности Вот именно Такой он И выглядит Если особенно На домашних яйцах Он такой Желтый Получается Вот такой Аппетитный Вид у этого Геля для душа Ну и такой же Приятный запах Запах Действительно Если хорошо Так принюхаться Посидеть И Его действительно Послушать Несколько раз Действительно Пахнет Классным Жирным Таким Пломбиром Даже не ванильным Просто мороженым Да А вот хорошим Таким Жирным Советским Пломбиром С ванилью Да Очень похоже Классный Классный Аромат Буду пользоваться Думаю С удовольствием Вся моя семья Так Что еще Еще у меня Клиентка Заказала Как всегда Она практически Каждый каталог Заказывает Тоник Из линейки Клерскин Очищающий Для проблемной Кожи Фиолетовый Именно Именно Вот этот фиолетовый Я ей когда-то Посоветовала И она вообще Не хочет его Ни на что менять Не она Вернее Ее сын Сын Ее Пользуется Этим Тоником Вместо того Чтобы умываться То есть У него что-то Проблемы с кожей Подростковый Такой Возраст Поэтому Очень он Ему нравится Помогает Я сама Пользуюсь Всем советую Здесь есть спирт Здесь есть Салициловая Кислота Мне кажется Вот И поэтому Хотя написано Что есть Экстракты Пшеницы И алоэ вера Но это конечно же Все на последних местах И этого конечно же Очень сильно мало Но Классно Оказывает действия На проблемную кожу Подсушивает Недостатки Справляется с этим Просто на ура Так Ну и последнее Что я хотела вам Показать И рассказать Это Новая тушь Которая Выходит в следующем Каталоге Это феноменальный Объем В таком Ярко Лимонно Лаймовом Исполнении Да Это у нас Линейка Марк Очередная Новинка Здесь у нас Производство Польша 10 мл Туба Сейчас посмотрим Покажу вам Я уже ей Пользовалась Вот Эта тушь Ну Что хочу Сказать вам Сразу Эта тушь Не произвела На меня Должного Впечатления Хотя я Очень Этому Верила И надеялась Я увидела Отзывы Многих Блогеров И она Им понравилась Эта тушь И я Смело Можно сказать Ее Взяла Но Но Она Меня Разочаровала Во первых Тем Что Кисточка Мне не Понравилась Хотя Она Как бы Удобная Она Стандартная Такая Практически Кисточка Такая Небольшая Средних Таких Размеров Можно сказать Немножко Выгнутая В средину Или Вогнутая В средину С таким Ёршиком На конце Которым Как бы Должно Быть Удобно Прочесывать И Доставать Тяжело Доступные Ресницы Уголки Глаз Но Ни состав Этой Туши Ни ее Щеточка Ни как Она Наносится На ресницы Ни как Эти ресницы Прочесываются Этой щеточкой Мне не понравилось В общем Эффект Мне не понравился Я думаю Может Это первый раз У меня так Не получилось И попробовала Еще раз И тот же Эффект В общем Не понравилось Абсолютно Предыдущая По моему Тушь Оранжевая Которая Вышла В Эйвен Осенью Вот та тушь Это была Для меня Просто Какая-то Находка Если честно Потому что Я уже давно Не восторгалась Так тушами От Эйвен Особенно Вот этими Пузатенькими Эти пузатенькие Для меня Какие-то Немножко Они Сложные В работе Тяжело Ими Пользоваться Буду Показывать Клиентам Своим Но вот Уже Нет Никакого Настроения Ее Как-то Рекламировать И предлагать Потому что Мне она Не подошла Хотя Если подумать Трезво Без эмоций То Это ничего Не означает Если мне Не подошла Возможно Вам Еще Хотела Хотела Сказать Что Она Очень Тяжело Смывается С глаз Если Оранжевая Еще Как-то Смывается Мицеллярной Водой Она Смывается Вот Такое У нас Есть Масло Легкое Сияние Для Умывание Прекрасно Смывается То Это Тяжело Смывается Этим Маслом Очень Тяжело Нужно Тереть В общем Я Недовольна Вообще Недовольна Не Дает Объема Не Дает Особо Длинных Ресниц В середине Она Как бы Такая Как бы Кремовая Да Достаешь Она Кремовая Как бы Напоминает Немножко По своей Консистенции Туш С Золотым Колпачком Из линейки Иван Тру По моему Насколько Я помню Да Несколько Напоминает И кисточкой Тоже Там Меньше Кисточка Но Что-то Типа Того Там Она С маслами У нас Это Туш И Она Долго Не Засыхает То есть Долго Можно Ей Пользоваться Она Мне Нравится Здесь Тоже Как бы Кремовая Консистенция Но Это Как бы Крем Он Становится Липким На ресницах Склеивает Все Что имеется На глазах Все реснички В кучу И это Получается Как-то Неаккуратно Возможно Она Свежая Еще Слишком Возможно Она Немножко Подсохнет И Кисточкой Этой Я просто Не могу Прочесать Потом Эти Ресницы В общем Все Девочки Хватит Уже Страдать По этому Поводу Пишите Как у вас Как вам Новинки Следующего Каталога Я Например Еще Что Не заказала Я не заказала Вот эту Пенку Для Ванны С ароматом Лимона Почему Да потому Что Я в следующих Каталогах Понюхала Ароматизированную Страничку И мне Запах Не то Чтобы не Понравился Но это Тоже Не мое Это аромат Таких Лимонных Леденцов Очень яркий Такой Кисло-сладкий Который Я не люблю Такие леденцы Абсолютно Это не напоминает Мне лимон с сахаром Это напоминает Сладкую воду Лимонад И леденцы Лимонные Это не мое Совсем Поэтому я себе Даже такое Не заказывала Потому что Я люблю Заказывать Пены для ванны Новинки Для себя Попробовать Здесь Это тоже Для меня Пролет То есть Себе такую Не возьму А в заказах Ее не было Все девочки Это весь мой заказ По каталогу Номер 6 Не особенно Он меня конечно Порадовал Своей Насыщенностью Разнообразностью Но тем не менее Все таки Делюсь с вами Потому что Вы мои друзья И Мне интересно С вами общаться Жду вас в комментариях Обязательно Заходите на мой канал Подписывайтесь Кто еще не подписан Спасибо вам большое За просмотр За ваше внимание К моему каналу Увидимся В следующих видео Всех целую Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok